Сегодня на государственном уровне много говорится о том, что бурному росту строительства новых микрорайонов обязательно должен сопутствовать такой же рост возведений инфраструктурных объектов – школ, магазинов, спортклубов, детских площадок. Микрорайон Южный в Твере активно застраивается жилыми комплексами. Туда переезжают многочисленные семьи с детьми. Открытие нового дошкольного учреждения по Октябрьскому проспекту номер 99 должно решить эту проблему. Новый сад рассчитан на две ясельные и три дошкольные группы, что позволит значительно сократить очередь. До открытия осталось совсем немного, ведь здание уже готово. На сдачу объекта побывал наш корреспондент Наталья Чекет. Снаружи архитектура детского сада Росток напоминает небольшой замок, сразу недогадающая, что это дошкольное учреждение. Новое здание на 100 мест – это филиал детского сада номер 155 Твери. Общая площадь трехэтажного садика с цокольным помещением составляет более 2000 квадратных метров. Первые группы детей уже сформированы. И в скором времени, когда эпидемиологическая ситуация улучшится, ребята начнут посещать дошкольное учреждение. Однако уже сейчас в здании соблюдаются все меры безопасности против распространения инфекции. Вот что об этом рассказывает заведующая дошкольным учреждением. Уже при входе в детский сад у нас висит, я думаю, что вы зашли, наверняка уже обработали руки. У нас в каждом помещении висит электрицидные лампы, которые обеззараживают помещение. Ну и, конечно же, регулярное мытье полов, ручек, дверей обязательно. В приемке нового детского сада принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя. Его строительство велось по нацпроекту «Демография». Особое внимание глава региона обратил на организацию безопасности дошкольников. Он с удовлетворением отметил, что в саду с самого начала установлена система безопасности, включающая пункт охраны и видеонаблюдения. Губернатор подчеркнул, что эти и другие решения необходимо перенимать при проектировании и других детских садов региона. Включили опыт предыдущих, наверное, я так думаю, не только наших работ и наших проектов. Есть специальные места для колясок, для самокатов, для места ожидания родителей, для беседы с воспитателями, для беседы с руководством детского сада. Система безопасности – это забор, антитеррористическая защищенность, это большое количество видеокамер, это специальный блок безопасности, который оширяет записи, передачу в систему безопасный город. Главным принципом работы детского сада, по словам заведующей, станет разностороннее развитие ребенка. Каждая группа оборудована наборами развивающих игрушек для детей. В здании имеется зал для спортивных и музыкальных занятий, есть медицинские пищевые блоки. Татьяна Семенова, воспитатель с 30-летним стажем, рассказывает, что когда впервые увидела группу и обустройство нового детского сада, была очень удивлена тому, как все продумано и организовано. Вы знаете, впечатлений очень много, когда мы пришли в просторное помещение, в котором все новое, все красивое, восторга не было предела. Конечно, в таких условиях очень приятно будет работать, детишкам прежде всего это будет очень здорово, потому что дети, есть дети, они приходят, они увидят новое помещение, яркое, красивое и совершенно другая будет адаптация к детскому саду. Любой родитель знает, что одна из частых проблем – это мокрая одежда детей. Многим в садике приходилось переносить по несколько комплектов, чтобы ребенок мог переодеться. Одно из нововведений в этом детском саду – специальные сушильные шкафы. Они установлены в каждой группе. Дети теперь могут уйти домой с сухой одеждой. Не надо приносить дополнительную одежду, если какие-то непогоды, ненасти, условия погодные. А еще здесь есть интерактивный музей. Это новшество для детских садов региона. Получить доступ к нему и родители могут через QR-код. И узнать о том, как проходят занятия и будни детей. Территория учреждения оснащена современным спортивным и игровым оборудованием, безопасными групповыми участками. Площадки с искусственным покрытием. Проект такого дошкольного учреждения может стать типовым для региона. Напомним, что в текущем году в регионе начинается и продолжается строительство семи детских садов в общей сложности на 840 мест.